Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И мы сегодня обсуждаем, как уже говорили сегодня в эфире у коллеги, банкротство физических лиц. Так, тема будет затронута, связанная и с индивидуальными предпринимателями, и с гражданами, хотя это еще не действует у нас в стране, но все-таки рано или поздно, я думаю, что действовать начнет эта процедура. Сразу скажу нашим слушателям телефон 6510996, код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. Мы находимся в прямом эфире, вы можете позвонить, задать ваш вопрос или поделиться вашей ситуацией или мнением. И у меня в гостях эксперт Елена Полеонова, партнер и руководитель юридической службы правового бюро Оливинский Буюкян и партнеры. Елена, доброе утро! Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте, радиослушатели! Елена, на самом деле процедура банкротства индивидуальных предпринимателей существует, и насколько я знаю, в принципе, вопрос о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это ваша специализация, ваши работы. И, как вы уже со мной поделились до эфира, у вас в практике были естественные процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. А что вы считаете по поводу банкротства граждан? Нужна ли нам эта процедура? Какова она будет? И в общем-то, к чему приведет? Безусловно, я думаю, что процедура банкротства граждан нужна, поскольку экономика развивается, общество развивается, и весь цивилизованный мир идет по пути признания необходимости ведения данного института в правовое поле государства. В нашей стране этот законопроект разрабатывается достаточно долго, причем ни один вариант законопроекта уже предлагался. На мой взгляд, существует определенное противостояние принятию данного закона. А с чьей стороны? Мне кажется, боятся принятия закона как должники, так и кредиторы, на самом деле. Потому что для гражданина как-то сказать о том, что я банкрот или ты банкрот, наверное, тоже будет неприятно. Граждане не совсем могут понимать о том, какие преимущества может нести принятие данного закона. Что касается кредиторов, это не секрет. В принципе, долгое время банки не соглашались с тем, что такой закон должен быть принят. И сейчас, в общем-то, у банков очень много претензий по поводу содержания закона. И это тоже понятно, поскольку это кредиторы, они дают в долг людям и надеются на то, что выданные денежные средства должны быть возвращены. А что, вот этот закон, давайте нашим слушателям все-таки поясним. Елен, вот этот закон, он, насколько я помню, в первом чтении принят в настоящий момент в Государственной Думе. Да, в три месяца. Да, соответственно, конечно, он может еще видоизменяться. И мы не знаем, когда и в какой окончательной форме он будет принят. Но, тем не менее, уже направление, вектор нам более-менее понятен. Кроме всего, все-таки есть у нас десятая глава закона о несостоятельности банкротстве. И, в общем и целом, определенный, скажем так, круг норм, который окружает вопрос о банкротстве граждан, не индивидуальных предпринимателей, он уже формируется и более-менее становится понятен. Возможно, какие-то детали или еще что-то. Но вот есть какое-то направление, в котором движется сейчас законодательный процесс. И давайте тогда нашим слушателям расскажем. Потому что вы сказали такую фразу «преимущество банкротства физического лица для самого должника». А вообще, а нужны ли нам преимущества для должника? Дело в том, что на сегодняшний день единственным способом для кредитора получить удовлетворение является исполнительное производство. И вот в настоящее время, и чуть раньше, вот это самое исполнение стало приобретать достаточно дикие формы, на мой взгляд. Поскольку у нас у всех на слуху, каким образом, допустим, действовали службы безопасности банков, потом коллекторские агентства. И вот даже будучи на конференции, ваш коллега, журналист, постоянно говорил о том, что коллекторы, ну, он имеет кредиты, и коллекторы ему, не стесняясь, звонят и днем, и ночью. Человеку посоветовали обратиться в коллекторское агентство, откуда его беспокоят, и обжаловать действия вот этих вот людей. Ну, действительно, сейчас у нас что происходит? Значит, юридические лица, которые задолжали, задолжали огромные суммы. И не секрет, что и банкротство юридических лиц достаточно часто используется для ухода от долгов. Но, тем не менее, закон о банкротстве юридических лиц принят и действует на сегодняшний день. Юридическое лицо, которое в силу каких-то обстоятельств попало в трудное положение, оно может все-таки освободиться от долгов. А вот гражданин должен нести время долгов до конца своих дней. Елен, Елен, я не могу промолчать, объясню почему. Вот смотрите, у нас юридическое лицо освободилось от долгов, но юридическое лицо ликвидируется. Оно прекращает существовать. В принципе, да, в большинстве случаев, если у нее эти долги остались. Если там не прошли успешным образом процедуры, в результате которых оно ожило и прекрасно рассчиталось со своими кредиторами. А если у нас физическое лицо, мы, естественно, не можем говорить о том, что оно будет ликвидировано, правильно? То есть фактически сейчас вы говорите о том, что это процедура, при которой всем, кому я должен, прощаю. Я предлагаю не забывать о том, что за любым юридическим лицом стоят физические лица. Это участники. Правда же? То есть вот... Процедура субсидиарной ответственности. Ну, это понятное дело, процедура субсидиарной ответственности. Но тем не менее, ну даже вот при субсидиарной ответственности, ну, может быть, и можно с вами согласиться, но я думаю, что все равно, когда у человека должна быть возможность начать вот, начать жить, погасив свои долги. Ну, нельзя постоянно, чтобы это время человек нес на себе до конца своих дней. Ну, ему же не было трудно, когда он брал в долг. Он был согласен нести это время. Анастасия, ну... Когда брал в долг у банка, у частных кредиторов, у юридических лиц. Дело в том, что каждый из нас может попасть в затруднительную ситуацию практически в любой момент, да. И если речь идет о каких-то вещах, скажем так, не входящих, вот в круг необходимых, да, для этих целей берется кредит, я, наверное, с вами соглашусь. Но когда речь идет о том, что человек взял этот самый кредит на лечение, ну, согласитесь, вот в этом случае, когда на этот кредит начисляются огромные проценты, человек действительно попадает в долговую яму, какой выход у человека? Ну, получается, что либо... Ну, ведь законопроект... Жизнь закончилась тогда, получается. Вот законопроект не ставит различий. Я вот здесь полностью с вами согласна, Елена, что должники, они в силу разных обстоятельств становятся должниками. У нас очень много вот таких вот займов, не обязательно у банков, а у частных лиц, когда в определенной форме частное лицо берет там на бизнес свой. Получился бизнес, не получился, но вроде как берем, собственно, чужие, отдаем свои. Вот отдавать уже не хочется. Иногда просто не хочется, а бизнес, даже если он получился, теоретически он давно оформлен на совершенно других лиц, да, и даже если он работает, приносит какие-то деньги, мы этого не видим по документам. Мы понимаем реальную ситуацию. Но при этом отдавать деньги действительно либо не можется, либо не хочется. Есть другие ситуации, как вы сейчас описали, ситуации крайние, когда действительно человек либо на какие-то первые необходимости, либо что-то для детей необходимо, либо на лечение, да, ну, вот какие-то такие расходы, которые действительно, ну, крайняя необходимость, только не в юридическом смысле, уголовном, правовом, а, собственно говоря, в жизненном смысле. Это другая как бы ситуация. Но у нас закон, он один единый, проект на данном этапе, да, и для людей, которые не имели никакого умысла и действительно в силу разных обстоятельств, не зависящих от них, попали в сложную для них ситуацию, и к тем людям, которые, может быть, изначально, когда брали эти долги, в принципе, не собирались их возвращать. Мы понимаем, что с точки зрения уголовного закона это может быть там мошенничеством, но мы это никогда не докажем, что у него было в голове. Мы можем предполагать, что человек не собирался возвращать. Он взял долги и тут же их припрятал, так, чтобы не найти. Вот в такой ситуации. Как вот эту дифференциацию проводить? Потому что, кстати, нашим слушателям надо сказать, что, в принципе, процедура банкротства физического лица, основное, что она предусматривает, для чего она производится, это реструктуризация долгов. То есть в данной ситуации кредиторы, которые там беспроцентная какая-то рассрочка погашения, например, долгов и прочее, это то, о чем, как раз говорит Елена, предоставление человеку возможности выкарабкаться из этой ситуации, погасить долги. Но есть и обратная сторона у этой медали. Есть сторона, связанная в том, что есть кредитор, хорошо, если это банк, это крупная финансовая организация, у них есть резервы определенные, они определенным образом подстрахованы, мы все платим проценты, и, собственно говоря, они на них живут. А если это частное лицо, которому также не меньше сегодня нужны деньги, поговорим об этом. Напомню, что через 2 минуты выслушаем новости, вернемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня обсуждаем мы тему банкротства физических лиц. У меня в гостях Елена Полеонова, партнер и руководитель юридической практики юридической службы правового бюро Левинские Баюкианы-Партнеры. Телефон студии нашим слушателям также напомню 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно также написать на наш сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права». Какие-либо ваши вопросы, ваше мнение или вашу ситуацию, о которой вы хотите рассказать. Ну и, собственно говоря, вот, Елена, я подумала, что мы с вами не с той стороны начали, и что нашим слушателям нужно все-таки объяснить, по крайней мере, в том виде, в котором сейчас этот проект существует. Я еще раз подчеркну, что по банкротству физических лиц, не индивидуальных предпринимателей, пока это закон не действующий, он принят в первом чтении Государственной Думы еще в прошлом году, и, собственно говоря, во втором, в третьем чтении он еще не принят, не прошел, естественно, всю оставшуюся процедуру в виде Совета Федерации и президента, и поэтому мы не можем знать, в какой окончательной форме этот закон будет, а вопрос очень непростой, но поэтому долго принимается. Но вот в том виде, в котором сейчас этот проект существует, Елен, давайте нашим слушателям сначала расскажем, потому что мы начали спорить, а я думаю, что не все знают, о чем мы спорим. Для чего проводится, вот в нынешнем виде проекта, для чего будет проводиться банкротство гражданина, каковы будут последствия или результат этого банкротства. С одной стороны, результат для должника, с другой стороны, для кредиторов, то есть для тех, кому должен человек. Вот как это будет выглядеть на сегодняшний день? Как предусмотрено проектом закона, гражданин, требования к которому составляют более 50 тысяч рублей, и эти требования не исполнены в течение трех месяцев, может быть признан, к нему может быть предъявлено, сделано заявление о признании его банкротства. И он сам, насколько я помню, тоже может. И он может обратиться, да, при обращении, причем сумма не имеет значения, достаточно того факта, что он не может удовлетворить требования всех кредиторов. Или если удовлетворить требования одного, то тогда это ухудшит положение другого, да, в эту ситуацию он должен обратиться. Если будет, да, недостаточно для погашения требований другого кредитора, то в этом случае гражданин должен и может обратиться в суд за признанием банкрота по себе. Вот он обратился, суд установил, допустим, да, что есть основания для того, чтобы была проведена реструктуризация долгов. Что происходит? Он все равно живет обычной жизнью, или он на какой-то период времени замораживается, например, его обязательства? Как в этой части? Конечно, он не продолжает жить той же жизнью, вот, которой он жил до подачи заявления. После подачи заявления вводится реструктуризация долгов. Далее у гражданина есть возможность представить план реструктуризации долгов, который будет предусматривать выплату кредиторам задолженности в определенном порядке по графику. Срок этих выплат не может превышать пяти лет. Для того, чтобы план реструктуризации был принят, нужно одобрение собрания кредиторов, нужно, чтобы у должника был постоянный доход, чтобы не было судимости за экономические преступления, чтобы не привлекал к административной ответственности за такие правонарушения человек. И у человека есть обязанность представить кредиторам, суду полную информацию о таких фактах. Скажите, Елен, сразу у меня вопрос, который тоже слушателям хотелось бы тогда прояснить. А если человек у нас судимый в этой ситуации? Тогда план реструктуризации не может быть утвержден. И вводится процедура конкурсного производства в отношении этого должника. В чем разница и чем хуже или лучше это будет должнику? При реструктуризации задолженности фактически должник, во-первых, не начисляются проценты, штрафы, санкции, на задолженность, человек получает возможность от срочку исполнения собственных обязательств. На достаточно длительный период времени она может быть представлена. Если должник признается банкротом и вводится конкурсное производство, то все имущество, которое есть у человека, подлежит инвентаризации, оценке и продаже, и за счет вырученных денежных средств будут погашаться требования кредиторов. Понятное дело, что часть имущества не может быть изъята у гражданина. По этому поводу существуют очень большие дискуссии. В том числе нельзя изъять единственное жилье, 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 20-ти комнат. Да, ну или предположим особняки, да, которые многоэтажные. Ну, речь идет о том, чтобы все-таки привести в соответствие вот закон, чтобы все-таки иметь, чтобы во многих зарубежных странах принято, принято, что должник должен распорядиться вот этим большим своим имуществом, да, недвижимым, своей квартирой и приобрести меньшее, необходимое для жизни. А за счет продажи вот этого самого дорогостоящего недвижимого имущества как раз и производится тоже погашение требований кредиторов, удовлетворения требований. Вот смотрите, Елена, секунду тоже перебью вас, но у меня все время, и когда я читаю этот проект, у меня мысль такая, у нас же не пойдет применение так, как задумывалось, да, задумывалось защитить людей, которые попали сложенную жизненную ситуацию, у которых есть долги, их атакуют банки, коллекторы и кто-то там еще, допустим, да, кредиторы, не всегда в корректной, мягко говоря, для законной форме. У нас это выглядит будет вполне вероятно еще и совершенно обратной стороны. То есть, предположим, есть у нас некий условный должник. я, напомню сейчас, чтобы понятна была моя логика нашим слушателям, что сделки можно оспорить, максимальный срок оспаривания сделки составляет три года с даты начала ее исполнения, это как по гражданскому процессуальному, по гражданскому кодексу. Понятно, что есть ситуации, при которых можно этот срок иногда признать уважительным причину пропуска, но в целом, не вы знаете, признать уважительные причины, но в целом это три года, да, вот такой некий ограничитель. Плюс еще в течение года по процедурам банкротства юридических лиц существует дополнительное основание для признания сделки, если эта сделка повлекла, собственно говоря, изменение очередности, исполнение обязательств перед другими кредиторами. И вот в данной ситуации у нас возникает следующий момент. Получается, что если человек заранее имел какие-то недобросовестные цели, когда брал длительный кредит или когда брал займ у физического лица длительный, то для него важно все свое имущество саккумулировать в какой-нибудь замечательной квартире, да, ну, единственной. Или пусть это будет замечательный жилой дом прекрасный, с высокой, пусть, стоимостью, но опять же единственный. А я напомню, что у нас по нынешнему проекту вот этого нельзя обратить взыскание и по гражданскому специальному кодексу в порядке исполнительного производства, нельзя обратить взыскание на единственное жилое помещение и на земельный участок, который под этим единственным жилым помещением находится. То есть, если у меня есть единственный дом, никто не говорит, сколько в нем метров, по норме жилой площади, по 10, по 18 или по 200 метров на человека и, соответственно, земельный участок, изъять это нельзя. И вот если я, как должник, собрав определенное количество кредитов и займов, саккумулирую свои денежные средства в таком имуществе, пусть даже легально, я сейчас не говорю про вывод через массу вариантов и массу схем, каким образом можно выводить это через юридические лица, все, я думаю, это слышали, знают и понимают. Но даже вот в таком виде. И получается ситуация, когда вокруг ходят кредиторы, кредиторы видят прекрасный, шикарный, замечательный дом, а дальше мы понимаем, что у человека машины не будет, больше у него ничего не будет, может быть, он будет ездить на чужой машине, прекрасной, но чужой, потому что формально она будет зарегистрирована на кого-то другого и так далее. И у нас получается ситуация, что кредиторы видят, что человек прекрасно живет, у него все замечательно, но закон, именно закон, именно правовая норма построена таким образом, что человек прекрасно и замечательно живя, ни в чем себе не отказывая, тем не менее, на абсолютно законных основаниях идет в суд, признает себя банкротом, сам говорит, не могу вернуть, у меня все, что у меня есть, это мой единственный домик, там тысячи квадратных метров, но это уже детали. И на абсолютно законных основаниях получает сначала рассрочку, а потом в принципе не исполняет те свои обязательства, которые у нее существуют. Вот как к этому вы, Елена, относитесь? Я отношусь следующим образом. Мы много говорим о мошенниках. Законом предусматривается, что если выявлены факты мошенничества, то этот человек не получит рассрочек никаких. Более того, кредиторам не нужно ходить вокруг этого человека и наблюдать, как он прекрасно живет, а нужно спаривать эти самые сделки, требовать обращения взыскания на его имущество. Если мы скажем о том, что есть частные лица, кредиторы нашего вот этого самого должника, которые, сложа руки, сидят и наблюдают, как прекрасно живет наш должник. Под лежачий камень вода не потечет. Никто не будет защищать этих самых кредиторов. Эти кредиторы должны достаточно активно себя вести, чтобы защитить собственные права. Но как только прошло три года, с момента покупки того самого маленького жилого домика в тысячу квадратных метров, оспорить эту сделку уже очень и очень проблематично. Ну, просто потому что срок прошел. Я согласна с вами о том, что какие-то сделки действительно достаточно сложно оспорить. Но для этого и существуют же предусмотренные законом сроки, чтобы мы все с вами соблюдали их. И в том числе и люди, которые не согласны с этой сделкой, должны оспаривать именно в эти сроки. Что касается большого жилья, скажем так, Минэкономразвития признала, что этот вопрос недоработан. И по этому поводу я надеюсь, что тоже будут внесены определенные изменения в законопроект. Кроме того, вы сказали, что за земельный участок, где расположено это самое недвижимое имущество, нельзя обратить взыскание на земельные участки, которые не используются в предпринимательских целях. Вот это еще тоже интересный момент. Ну, то есть у меня может быть 10 дач без домиков вроде бы как, но зато земля может быть в любом районе. Вы же не предприниматель, не используете в предпринимательских целях эти земельные участки, соответственно... Это чем не имущество и почему за их счет не погасить? Да, и интересно, что есть у меня деньги, я вложила деньги в земельный участок, его мне не заберут. Елена, вернемся к этому вопросу вместе с нашими слушателем через 2 минуты. Итак, мы продолжаем обсуждать тему банкротства физических лиц в «Формулы права» в прямом эфире. Напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, вы можете позвонить, задать ваш вопрос. Также вы можете на сайте finam.fm, на страничке программы «Формулы права», также ваш вопрос, мнение или комментарий по теме сегодняшней программы оставить. «Банкротство физических лиц». У меня в студии Елена Полеонова, партнер и руководитель юридической службы правового бюро «Оливинский Буюкян и партнеры». Елена, вот мы обсуждали, мы действительно, может быть, скатываемся, как это у нас часто происходит, не ввиду того, что... Ну, наверное, может быть, потому что мы действительно чаще всего с этим сталкиваемся и достаточно часто сталкиваемся, когда просто слушаем новости по телевизору. Мы скатываемся в сторону мошенничества. Мы говорим о том, что, с одной стороны, это закон, который предусматривает проект на данной стадии, на сегодняшний день, который предусматривает возможность людям выйти из тяжелой жизненной ситуации, когда у них существуют кредиторы, в том числе банки. Но вот мне второй такой вопрос. Хорошо, предположим, мы говорим сегодня, вот сейчас, прям не о мошеннике, а о человеке, который оказался в тяжелой жизненной ситуации. А если его кредитор, его кредитор тоже оказался в тяжелой жизненной ситуации, и если тот факт, что у нас должник не возвращает деньги, для него тоже повлечет его свою тяжелую жизненную ситуацию, или, возможно, его банкротство, это законом как-то взвешивается, а кто кредитор, и насколько актуально этому кредитору сегодня, например, получить эти деньги и, в принципе, разрешить этот вопрос. Или эти проценты, о которых они изначально, допустим, договаривались в договоре. Вот об этом закон говорит, или только о личности должника физического лица? Нет, некоторые долги не прекращаются даже с завершением процедуры банкротства. Это, например, долги по... По повреждению здоровья. По ущербу жизни. А я говорю обычный заим. Обычный заим. Ну, здесь действительно бывает так в жизни, что банкротство, неплатежеспособность одного субъекта влечет, может повлечь трудную ситуацию для другого субъекта. И банкротство другого субъекта, а дальше трезвое. Получается и в экономической жизни юридических лиц, и это может, безусловно, случиться и у граждан. Но мне кажется, вот для этих целей тоже нужен этот закон, для того, чтобы вот, скажем так, вот этот вот клубок проблем не скапливался, и люди не имели выхода из этой ситуации. Елена, давайте выслушаем звонок. У нас Виталий на связи. Виталий, алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Добрый день. Ситуация следующая. Вот я сейчас нахожусь приблизительно в такой же ситуации. Очень много обязательств. Вот. Которые я, в принципе, могу выполнять. Потому что я отказываюсь, выполняюсь. А потому что на данном этапе времени первая моя организация, которая, скажем, я работал до определенного момента, не выпустил мне зарплату, а, как известно, зарплату, к сожалению, сами понимаете, далеко не всегда являются белыми полностью из этого слова. И, соответственно, теперь банки меня одолевают с вопросом, вы брали и брали на себя обязательства, вы несете на себя какие-то определенные, ну, неудобства. Я согласен с этим. Но вопрос только в том, что сейчас, на данный момент, я не могу выполнять все обязательства. И я считаю не совсем верно всех граждан, которые там так или иначе попадают в такую ситуацию, да, упрекать в том, что они изначально попадают обратно на себя обязательства. Они должны были понимать, что будет в дальнейшем. На самом деле, очень сложно. В моей ситуации я могу сказать, что эти методы коллекторов и всех остальных господ иногда просто вызывают недоумение. Потому что наше государство в лице там правоохранительных органов, прокуратуры иногда просто бездействует, падая по данным факторам. А банки, в свою очередь, тоже далеко не каждый банк идет на согласие на те же, скажем, уступки клиенту. А вы пробовали, Виталий, вот с вашим банком, где у вас обязательства? Пробовал. Представляете, пробовал объяснять ему ситуацию о том, что я готов там. Единственный банк из всех моих банков, с которыми я сотрудничаю, самостоятельно пошел мне на встречу, предоставив мне определенные льготные условия на 3 месяца. Все остальные банки теорически заявляют, что это не наша проблема, вы брали на себя обязательства и так далее. Я в данный момент не обладаю ни имуществом, не потому что я его скрываю, просто у меня его нет. И прав заемы, например, у банка, простите, банк у меня в качестве обеспечения не брал ни имущества, ни мои счета, ни акции, а брал мою зарплату, с точки зрения, рассчитывая на ее основании кредит. Понимаете, а в нашей стране никто не может быть гарантирован от того, что он может потерять работу или может, скажем, остаться на этой работе годами. То есть есть такие некие моменты, я думаю, что многие граждане, которые сейчас находятся в эфире, подтвердят данную информацию. Вы знаете, Виталий, вы сейчас рассказываете, я вспоминаю программу, которая несколько месяцев назад была у меня, и мы обсуждали, собственно говоря, банки и кредиты совершенно далеко от сегодняшней ситуации, но тем не менее гости, которые у меня были, банкиры, которые как раз именно с точки зрения кредитов и физических, и юридических лиц специализировались в двух крупных банках, рассказали и мне, и нашим слушателям в эфире интересную вещь. Они сказали следующее, что производились, я сейчас за точность просто не ручаюсь, потому что это как бы со слов передаю, но что производили в свое время какие-то исследования, на которые действительно банки опираются и принимают их, скажем так, в расчет, когда свои определенные бизнес-планы или что-то рассчитывают. И эти исследования заключались в том, что у каждого человека примерно раз в пять лет продолжительностью в среднем не более года, если это обычная ситуация, мы не говорим какие-то совсем эксклюзивные, а вот именно у большой массы граждан происходят какие-то финансовые крахи, сложности, все что угодно, раз в пять лет. Это я не просто сейчас говорю, потому что вы сказали по поводу банков и рассрочек, а еще говорю, потому что у нас гражданин не может чаще, чем раз в пять лет обращаться, вот по крайней мере на сегодняшний день по проекту закона, который мы сегодня обсуждаем, обращаться, соответственно, с заявлением о признании его банкротом. Так вот, именно как раз этот момент мне сказали, что раз в пять лет либо человек теряет зарплату, либо если это бизнес, но что-то с бизнесом происходит. И от трех до шести месяцев продолжается в среднем вот этот период, когда человек чувствует себя сложно, некомфортно, и при этом большая часть людей, попавших в такие ситуации, через вот эти три-шесть месяцев выходят из этой ситуации, либо получают новую работу, находят, либо что-то еще, и дальше в состоянии продолжать нормально свои кредитные отношения с кредитной организацией. Вот то, что вы сейчас сказали, хотя я не первый раз от вас, Виталий, слышу, что банки не предоставляют рассрочки, а, к сожалению, действительно имеет место быть. Елена, вот что думаете вы на эту тему? На мой взгляд, это плохо, конечно, что гражданин, попав в такую ситуацию, не имея закона, вот о котором мы говорим, не может объяснить своим кредиторам, что он готов платить, но кредиторы не хотят принимать его позицию. С одной стороны, может быть, кредиторы не доверяют этому гражданину уже. Может такое быть, что уже каким-то образом, в общем-то, какая-то история у этого гражданина сложилась. Но видите, вот конкретно наш слушатель, который звонил, он сказал следующее, что у него в нескольких банках кредиты, один банк ему предоставил определенную рассрочку, как-то пошел навстречу, остальные нет. Ну, действительно, хотя, честно сказать, на многих форумах банки заявляют о том, что они готовы идти на рассрочки, отсрочки платежей. На самом деле, достаточно часто люди говорят о том, что в действительности получить рассрочку от банка крайне сложно. Обязательно нужен этот закон. Я возвращаюсь к своей теме, что этот закон нужен вот для таких людей, как Виталий, позвонивший. И нужно нам всем признать, что вокруг нас большинство людей именно вот в такой ситуации, а не люди, которые обманули когда-то, взяли обманным образом кредит, превратили вот эту ситуацию в способ зарабатывания таким образом денег. Все-таки мы, учитывая даже, что имеются, есть люди, которые злоупотребляют вот своими возможностями. Нам нужно защитить добропорядочных граждан. Вот вы знаете, я, Елена, все-таки перебью вас, объясню, почему. Мы с вами коллеги, вы юрист, я адвокат. Вот ко мне приходят люди и говорят, мне такой-то, такой-то, такой-то должен деньги. Я хочу обратиться в суд, взыскать, потому что он добровольно не возвращает. И сейчас даже не обсуждаем, по какому основанию. То, что он просто взял в долг или там ему работу какую-то выполнил, он не заплатил. Неважно. Вот он на сегодняшний день, смотрим, что есть основания. Действительно, с гражданина взять деньги. Я не могу клиенту, который ко мне пришел, сказать, конечно, нужно подать в суд, получить решение суда, потому что у вас высокие основания к тому, чтобы, высокие шансы к тому, чтобы, допустим, вы выиграли дело. Но, тем не менее, я не могу просто ему это сказать, потому что он пойдет в суд. И, возможно, если действительно право на его стороне, он получит решение суда. И он получит даже исполнительный лист. Но больше он ничего не получит. Он может их в рамку повесить в известном месте нашей квартиры или жилья и любоваться на них. Потому что для того, чтобы сегодня понять, идти ли вообще в суд или просто плюнуть и забыть, в прямом смысле слова, не в переносном. А сумма, которую мы обсуждаем, это не 100 рублей. Это значимые суммы для разных людей. Разные суммы значимые. Но для этих конкретно людей значимые суммы. Потому что можно заплатить или не заплатить даже самому юристу, либо самому идти, потратить массу времени, заплатить госпошлину. Потому что суды предоставляют от срочки и рассрочки, но не на 100% в госпошлину. И не в любой ситуации. То есть заплатить госпошлину, потратить массу времени не только в суде, в суде даже меньше. А, как известно, с приставом. Вы сами сегодня сказали, что дикие формы исполнительное производство у нас принимает действительно в ряде случаев. И после этого человек понимает, что вложившись и силами своим, и временем, и деньгами человек ничего не получает. Он просто ничего не получает. Потому что у нас с другой стороны находился человек, который, может быть, и хотел бы отдать долг, но у него сегодня нет. Вот нет. Ну что мы можем ему предложить взамен? Пять лет, вы говорите, рассрочка выполняет. Ну не будет он выполнять. Дальше что? Мы же не можем... Вот в некоторых странах есть в прямом смысле слов долговые тюрьмы. Или, по крайней мере, наказание уголовное людей, которые в конце концов, даже при условии предоставлением рассрочек определенных льготных каких-то режимов, тоже не выполняют. А у нас, получается, у нас далеко не всегда кредиторы – это банки. Правильно? Хотя банки тоже существуют не на свои деньги, которые они спонсируют своим клиентам, а на то, что они зарабатывают с клиентов. Поэтому, может быть, там где-то косвенно у нас такие дорогие, такая ипотека та же самая дорогая. Но это второй вопрос. Но у нас далеко не всегда это банки. У нас очень часто такие же физические лица. И на сегодняшний день сложнее реально взыскать что-то. Сложнее. Намного сложнее. Я с вами согласна. Любая проблема порождает необходимость активных действий. И эти активные действия сопровождаются не только затратами времени, но и материальными затратами. Я с вами абсолютно согласна. Но чтобы не иметь этих проблем, значит, не нужно давать в долг. Получается таким образом. Но если не нужно давать в долг, тогда нам и закон этот, в общем, только банкирам нужен. Нет, нет, нет. Дело в том, что этот закон нужен, он нужен по той простой причине, что не все люди готовы сидеть сложа руки и говорить, что да я занял в долг и дал в долг, и я не буду взыскивать. Есть активные люди, которые добиваются своего. Да, затратное судопроизводство. Но любая проблема требует затрат. И эта тоже проблема требует затрат. Вот если, например, как кредитору, в ряде ситуаций это вообще невозможно, потому что не предусмотрено законом. В ряде ситуаций это возможно. Оспаривать сделки различного толка и характера. Если, например, пойти и отсудиться по расписке, вот просто если никто не оспаривает ее подлинность и так далее, человек может сам без юридической подготовки в принципе. То есть даже теоретически можно и в интернете, наверное, скачать или попросить помощи юриста на стадии подготовки иска и приложения, чтобы все правильно сделать. Но это дело можно провести самому. А вот идти, например, оспаривать какие-нибудь сложные сделки самому. Это уже проблематично. А в результате мы получаем такой момент, что у нас затраты на это производство могут вырасти выше долга. А суд, когда взыскивается судебные издержки, руководствуясь принципом разумности, взыскивает совсем не те издержки, которые реально человек несет даже на правовую помощь. Потому что у нас суды не считают гонорары и юристов, и адвокатов разумными. Они считают 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей разумными. К сожалению, за эти деньги не найти себе помощника в суде. Я напомню, что мы обсуждаем банкротство физлиц, и через 2 минуты вернемся в прямой эфир. Итак, мы обсуждаем банкротство физических лиц. У меня в гостях Елена Полеонова, партнер и руководитель юридической службы правового бюро Оливинский Баюкян и партнеры. 65 10 99 6, код Москвы 495. Это телефон в студии. Мы находимся в прямом эфире. Нам можно позвонить, задать вопрос, поделиться вашей ситуацией, высказать ваше мнение. И также можно написать на сайт finam.fm на страничку программы формула права. Вот смотрите, Елена, еще один момент, связанный с проектом. Нашим слушателям я напомню, что мы в целом обсуждаем сегодня проект. Он пока принят в первом чтении. Естественно, на сегодняшний день мы не можем знать, какая и когда будет у него окончательная форма. И в какой окончательной форме опять же это будет работать. Но вот у меня такой вопрос. Смотрите, тем проектом, который на данный момент существует, установлено, что с даты введения вот этой реструктуризации долгов, той процедуры, которая может применяться и должна применяться в банкротстве физических лиц, не индивидуальных предпринимателей, вводится мораторий на исполнение денежных обязательств. Таким образом, в принципе, возвращаясь, я все-таки сегодня цепляю вот эту тему мошенничества, потому что мне кажется этот закон очень сильно дырявым именно по отношению к людям, которые захотят его использовать в своих целях. Не к тем людям, которые, как вот слушатель Виталий сегодня позвонил и рассказал свою историю, когда действительно ему необходима, на наш взгляд, такая процедура была бы. А к людям, которые просто на законных теперь основаниях смогут абсолютно спокойно эту процедуру использовать для того, чтобы, во-первых, не платить или не платить срок. Ну, например, у меня подходит срок выплаты большого какого-нибудь денежного обязательства. Вместо этого, вместо того, чтобы выплатить, а мне нужна отсрочка, о которой я ну никак не могу с кредитором договориться. Я совершенно спокойно иду заранее, за месяц, за два, примерно, да, срок, иду и говорю, что я банкрот, подаю заявление, представляю доказательства и получаю мораторий. А уже потом, да, если мне нужна действительно отсрочка, беспроцентно гашу этот самый долг, как один из вариантов. Вот этот вопрос мне еще хотелось обсудить. Елен, давайте его себе как бы на заметочку возьмем. У нас просто слушатель как раз тоже что-то хочет нам рассказать или спросить. Геннадий в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Слушаем вас. Вы знаете, честно говоря, очень давно жду этот закон, потому что там я и в моем окружении достаточно много людей, которые очень сильно пострадали в последний кризис и фактически не могут вернуться ни в бизнес, ни к нормальной жизни, именно потому, что на них висят большие долги. Причем долги на них перешли исключительно из-за того, что они были поручителем по займам, которые брали юридические лица. А скажите, Геннадий, сразу вопрос мне. Юридические лица это их, вот где они владельцами были? По-разному. По-разному. Где-то они были владельцами, где-то они были топ-менеджерами. Вот, например, как я. Я был топ-менеджером, при этом какое-то время компания мне предложила небольшую дольку, да там, в 5% в компании. Какой-то менеджер от этого откажется, да? Потому что это лучший мотиватор. Вы активно работаете. В итоге, собственно, ну, совершенно банальная ситуация, а в начале, в конце 7-го года взяли кредитов на развитие компаний больше, чем, условно говоря, позволил выжить в 8-9 год. Соответственно, образовались долги, да, а никакие переговоры ни с кредитными организациями, ни с поставщиками, соответственно, так сказать, товаров и услуг не привели к более-менее понятному результату при всех, так сказать, сокращениях и так далее. В итоге компания пришлось банкротить. Вот просто реально, вот, ну, по-настоящему то, что называется, а не как у нас есть некая рыдовская схема, да, по которой это используется. В итоге, собственно, что получается? Компаний не существует, да? А там процедура банкротства уже прошла, а вы все еще поручите? Конечно, конечно, она закончена и так далее. Но мы остаемся должниками по той самой причине, что производство-то арбитражное закончилось, процедура закончена, юридических лиц не существует, но все долги банковские были повешены в итоге на тех, кто участвовал в договорах поручительства. Потому что суд это вообще мало волнует. Что там было, какое банкротство? Он говорит, ну, это в арбитраже, вы и разбирайтесь. А у меня это все просто. Вот есть ваше поручительство на такую-то сумму, будьте любезны. И все. Понимаете? Какая ситуация? И вот дальше у вас описывают имущество, все, что можно отбирать, отобрали, и вы не можете не вернуться ни в бизнес, не устроиться ни на хорошую работу, с хорошей зарплатой, да? По той самой причине, что сразу смотрит ваша история. А, так что у вас там? У вас там исполнительное производство. Ой, отлично, приставы запрашивают. И понеслась. Геннадий, а вот сейчас секунду тоже хочу перебить вот именно на такую маленькую деталь. А если мне не изменяет память, или меня, может быть, сейчас поправят, предусматривается введение определенного реестра физических лиц, которые находятся в процедуре банкротства или обанкротились. Соответственно, вы думаете, что такой реестр не будет в определенном смысле порочить человека? Это другое. Это просто, нужно понимать, это некий моральный гнет. Да, вот, а важный же стимул для того, чтобы человек делал свободный бизнес и качественно работал, да, на работодателя, это возможность посчитать деньги в кармане в конце отчетного периода. Сколько я заработал? По условиям оплаты труда, либо по, скажем, тому, как выдают в конце бизнес. Что получается? Если я понимаю, что мне для того, чтобы начать свое дело или прийти куда-то работать на хорошую зарплату, мне нужно прилично выглядеть, да, иметь некую финансовую сумму, при этом в конце месяца я все время буду отдавать. Отдавать я должен много, потому что как только у меня начинает больше расти доход, фактически банки, они же регулярно обращаются обратно в исполнительное производство и говорят пристам родные. Там у человека, вроде мы посмотрели по своим каналам, доход повысился. Что-то нам мало отдает. Давайте увеличивать. Понимаете? И вот вы постоянно живете под этим гнетом год за годом. И у руки опускаются. То есть вы понимаете, что сумма, которую вы должны по договорам поручительства по юридическим лицам, которые уже не существуют, да, она превышает ваши возможные заработки. Что вам остается? И многие люди, я вам скажу честно, спиваются. Вот недавно там похоронили человека. Вот он не выдержал, он повесился. Геннадий, а вот у меня к вам такой вот не юридический, а скорее, наверное, личный такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если бы у вас было четкое понимание того, как вы, я сейчас вообще не беру, почему у вас организовалось это поручительство, это отдельная тема, да, когда люди дают поручительство за других организаций или других людей, но вот у вас... А я вам объяснил. Нет, подождите, секунду. Нет, это банковский принцип, подождите, банковский принцип. Банк, смотрите, он в залог берет выручку компании, склад, что находится на складе, да, и при этом говорит, ну сейчас сложное время, я для того, чтобы выдать вам сезонный кредит, но только при поручительстве те, кто участники общества, будьте любезны. И его неважно, миноритарий там, мажоритарий в этом обществе, его не волнует. Вы бумажку напишите, иначе вы не получите. Геннадий, это понятно, но тем не менее, здесь мы... Эту вопрос мы сейчас не будем касаться, потому что все равно каждое физическое лицо само решает, подставить им подпись под договором, получается, да, или нет. Да, да, я согласен. Более того, если уж мы коснулись, скажу буквально секунду, ко мне приходили масса клиентов, людей, которые говорили, почему мы должны отдавать, когда мы этих денег не видели. Только друг просил, товарищ, брат, сват, говорит, мне, чтобы кредит получить, нужна помощь. Приди, подмахни, там, представь пару бумаг, два НДФЛ и что-то еще. Но даже сейчас, вот не об этом говоря, а говоря о том... Да, не об этом. А говоря о том, что мне от вас интересно услышать, у нас буквально несколько минуточек, от вас интересно услышать следующее. Если бы у вас было четкое понимание, четкий график, который вы должны возвращать, вне зависимости от того, сколько вы заработали, кстати, и заработали, или вообще. То есть это может быть больше половины, как по исполнительному листу, или меньше, и половины, и четверти. Но если бы у вас было такое понимание, вам бы это помогло, с учетом того, что у вас такой долг существует? Нет. Я поясню. Потому что... То есть вам нужно просто прощение долга, единственное, что вы хотите, или что? Нет, дело не в принципе. То есть я-то долги возвращаю. Я каждый месяц плачу. Содержу детей, жену, плачу. Все, что можно, описали, продали, вывезли. Понимаете? Но просто другая ситуация, что наш долг общий, который из нескольких банков, плюс долги, которые висят перед рядом поставщиков, который суд на нас раскидал под разговором поручиста в итоге на кредиты, он таков, что он расписан на пятерых человек. Но только из этих пятерых плачу я один. Потому что у всех остальных, по факту, кто-то поступил достаточно нечестно, уехал в другую страну вовремя. Ну вот просто все, что мог вывезти, вывез и уехал. Геннадий, Геннадий, у кого-то времени мало, послушайте секунду. И получается, что сумма, которая висит, даже при всех графиках, я до конца жизни не буду плачивать, до пенсии не выплачу. Смысл? Геннадий, один вопрос мне. Скажите, что вы ждете? Я вот тогда понять не могу. Что вы ждете от этого закона? Простая вещь. Возможности честно объявить себя банкротом, сказать, ребята, вот смотрите, я эту сумму за всю жизнь не отдам никогда. Дайте мне возможность заново начать свою жизнь. Свободно ее строить. Потому что сейчас получается, моя семья не может поехать со мной отдохнуть к морю, в Турцию, в Египет, куда угодно. Ну потому что у меня закрыт паспорт, я не могу выехать никуда с территории. Я же в правах ограничен. Вот получается простая вещь. Геннадий, спасибо за звонок. У нас просто чуть-чуть времени. Ну вот второй звонок, который касается ситуации, когда человек не может платить. Хотя, если честно, я все равно всегда призываю наших радиослушателей, прежде чем где-то какую-то подпись ставить. Потому что мы сегодня в целом обсуждали, когда люди себе берут деньги и потом не могут их вернуть. Вот такая вот ситуация. Не важно, что на предмет роскоши или на лечение. Сам факт для себя. То есть они, по крайней мере, видели те деньги, которые они взяли в долг. Вот нам позвонил слушатель, который рассказал историю, что он-то, в общем, этих денег-то и не видел. Наверное, косвенно в виде как-то заработной платы, но тем не менее не видел. Но в данной ситуации все-таки, прежде всего, и даже вот с учетом нашего звонка Геннадия, который только что выступал у нас в эфире, конечно, нужно думать, 10 раз взвешивать, какой документ ты будешь подписывать. Потому что подписаны в свое время поручительства, наверное, проще было эти 5% кому-нибудь отдать, откровенно говоря, да, и, в общем, не вступать ни в какие поручительские правоотношения и не оказаться в той ситуации, в которой оказался наш слушатель. Вот в этом плане нужно четко взвешивать. Очень хочу еще один вопрос озвучить, который пришел по почте. Не по почте, точнее, на сайт финам.фм. Сейчас я его прочитаю. Скажите, пожалуйста, расходы на конкурсное производство превысят сумму долга. Сейчас конкурсному управляющему суды назначают 30 тысяч рублей. Ну, это, видимо, имеется в виду по юр-лицам, да. За чей счет собирается проводить банкротство физических лиц? Елена, каверзный вопрос, полторы минутки. Физическое лицо должно, конечно, иметь денежность при подаче заявления о признании банкротом, должно иметь возможность оплатить услуги управляющего, если он его призывает для помощи в проведении процедуры. Конечно, придется платить и эти деньги, но в перспективе гражданин освободится от долгов. И поэтому, я думаю, что бесплатного ничего действительно не бывает. То есть у нас сейчас пока на должниках у нас висят конкурсные, не конкурсные, а коллекторские бюро, банки, должники разными способами. Потом будет висеть еще один расход. В общем и целом, ну, то есть будут еще одни люди, которые будут зарабатывать на тех людях, которые попали в плохую ситуацию. Так получается, Елена? Дело в том, что должник входит в эту процедуру, для того, чтобы ее провести, нужно будет оплатить услуги, работу как раз управляющего. Но сейчас закон еще предусматривает возможность проведения процедур самим гражданином. Хотя это вопрос спорный, поскольку вряд ли сможет квалифицированно правильно провести все эти действия. Нашим слушателям я напомню, что в эфире была «Формула права». Мы сегодня обсуждали тему банкротства физических лиц. В студии была я с вами, Анастасия Брайчева, и в гостях Елена Полеонова, партнер и руководитель юридической службы правового бюро «Алевинский», «Баюкян и партнеры». Каждый четверг с 11 до 12 в прямом эфире слушайте «Формулу права». Спасибо.